Как мелодия Эль Бимбо, ярче всего вспыхнувшая в знаменитой сцене одной из серий Полицейской Академии, попала во Францию из Афганистана к знаменитому композитору и дирижеру Поле Моря. И кто ее настоящий автор? Увы и ах, это уже не новое, тоже оказалось еще более забытым старым. Вот как она выглядела в момент своего рождения. Автором этой не только мелодии, а еще и песни является уроженец Кабула Ахмад Захир. Невероятно талантливому музыканту посчастливилось родиться в семье министра здравоохранения Афганистана Абдула Захира в 1946 году. Разумеется, ему прочили блестящее будущее, карьеру медика и впоследствии, конечно же, государственного деятеля. Но тот умудрился, можно сказать, просочиться между струйками душевлияния отца и стать музыкантом. В общем-то, отец, выпускник Колумбийского университета США, сам отчасти виноват в том, что мальчик получил вполне светское воспитание. Уже учась в знаменитом Кабульском лицее Хабибе, Ахмад собрал свою первую группу. Отец, конечно, совершил отчаянную попытку дать сыну медицинское образование и отправил Ахмада на учебу в Индию. Но и там Ахмад обзавелся друзьями, рассказавшими ему о модном в Европе веянии электронной музыке. И вскоре на весь Афганистан зазвенели прекрасные песни Ахмада Захира, получившего прозвище «Афганский Элвис». Исполняя песни на персидском пушту и английском языке, при жизни Ахмад успел записать и выпустить 22 альбома. И в 1971 году в альбоме «Лэйли» появилась песня «Танго шудам танго» – «Остаться в одиночестве». На родине Захир стал национальным героем, и музыка его весьма стремительно зазвучала во всех персоязычных странах. А после мощной миграционной волны 60-х годов музыка Захира попала и в Европу. Эту песню перепевали неоднократно. Например, в Советском Союзе было записано несколько версий. Самой популярной оказалась версия, записанная в 1974 году одесситкой Марией Лукач. Тогда же во Франции ее записала группа «Бимбо Джетт». А уже услышав их версию, свою инструментальную обработку сделал талантливый французский композитор и дирижер Поль Мариа. И если судьба мелодии сложилась хорошо, у автора все сложилось намного хуже. Точных данных о причине его смерти нет, поскольку следствия не было. Но, судя по обрывкам информации, неприятности у Ахмада Захира начались после того, как в него влюбилась дочь бывшего тогда премьер-министром Хафизулы Амина. Имевший другие планы относительно будущего дочери, Амин пришел в бешенство, узнав о романе дочери с музыкантом, и посадил Ахмада в тюрьму. И лишь договор о том, что дочь выполнит волю отца, помог вызволить Ахмада из тюрьмы. А вскоре, 14 июня 1979 года, в день своего 33-летия, Ахмад Захир погиб в автокатастрофе при весьма загадочных обстоятельствах, которые указывают на то, что, скорее всего, это было заказное убийство. Но заострять ваше внимание на этих фактах я уже не стану, ибо, как я уже сказал, следствия не было. Но непременно будет новая история. Здесь, на канале «Откуда ноты растут». Всегда ваш Николай Крупатин.